Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. На смену жаркой погоде сегодня в Карачаево-Черкесию пришли ливневые дожди. Сильные осадки выпали в горных районах, вода срывалась с гор, словно водопад. Селевые потоки стекали на проезжую часть федеральной автодороги в районе поселка Ардженикидзовский и по направлению Каулу-Кумыш. На одном из участков образовалась пробка, машины едва передвигались, поток воды затопил тротуар, автодорога превратилась в реку. Внушительная черная масса неслась по улице вдоль жилых домов и мешала проезду автомобилей. По сообщениям ЧС, завтра местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. На реках объем уровня воды до неблагоприятных отметок. В Общественной палате Республики обсудили ход ремонтных работ в многоквартирных домах. В этом году в Черкесске планируют сделать ремонт в 48 многоэтажках. По 19 домам уже проведен аукцион и выбраны подрядчики. Будет ли ремонт завершен в срок, узнавала Мадина Каракетова. Большинство горожан проживает в многоквартирных домах. И проблема ремонта и содержания домов в надлежащем виде – проблема для Черкеска всегда актуальная. Начиная работу круглого стола, руководитель регионального центра контроля и просвещения в сфере ЖКХ Анатолий Барков отметил, что ему очень приятно, что среди жителей есть неравнодушные к проблемам своих домов. Очень приятно, что люди есть неравнодушные к проблемам сферы жилищно-коммунального хозяйства, которые добровольно изъявляют желание помогать в этом вопросе, выявлять эти проблемы, добиваться результатов. Общественным экспертам Анатолий Барков вручил удостоверение. Говоря о самих ремонтных работах, участники круглого стола обсудили то, что уже сделано. План был выполнен в полном объеме. В этом году были проведены работы по замене лифтового оборудования в количестве 12 штук на общую сумму 90 миллионов рублей. Также проведены капитальный ремонт фасадов в 7 домах, инженерных сетей в 12 домах и кровельных крыш в 14 домах на территории Карачаева Черкесской Республики. Эльдар Джандубаев довел до сведения участников заседания то, что до конца 2022 года в Карачаево-Черкесии капитальный ремонт планируют провести в 48 многоквартирных домах. В отношении 19 уже проведены аукционы, определены подрядные организации и где-то уже проводятся работы. Руководитель регионального центра контроля и просвещения в сфере ЖКХ Анатолий Барков выразил опасения по поводу того, что ремонтные работы в оставшихся 27 домах могут затянуться. Заместитель генерального директора фонда обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов Эльдар Джандубаев заверил, что все будет сделано в оговоренные сроки. В отношении оставшихся 27 многоквартирных домов торги будут проведены ориентировочно до 15 июня. В связи с тем, что определение сметной стоимости основных строительных материалов с применением действовавших ранее индексов не позволяло выполнить строительно-монтажные работы, они были заведомо убыточными для подрядных организаций. То сейчас уже Министерством строительства и ЖКХ РФ 19 мая опубликованы новые индексы на второй квартал 2022 года. И уже мы полагаем, что в связи с повышением стоимости оплаты и труда, повышением стоимости материалов, у нас есть благоприятный прогноз на определение подрядных организаций, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту. И в срок до 15 июня все аукционы будут проведены. Участники круглого стола выразили опасение, что затягивание аукциона может отразиться на качестве проводимого капитального ремонта. Ведь сроки выполнения работ могут перенестись и совпасть с холодным временем года и сезоном дождей. Эльдар Джандубаев заверил, что таких проблем не возникнет. Срок выполнения этих работ будет 90 дней с момента заключения договора на проведение работ по капремонту. Но планируем как раз к осени все эти работы завершить. Обсудили участники круглого стола также вопросы взаимодействия фонда капитального ремонта региональной власти и органов местного самоуправления. Муниципалитетам было предложено обращать на состояние жилищного фонда более пристальное внимание. Заместитель министра строительства ЖКХ Зульфия Батчаева считает, что проводить капитальный ремонт в домах, в которых процент износа превышает 70% просто нецелесообразно. Необходимо вывести такие дома, вывести их из программы капитального ремонта и предусмотреть возможность переселения жильцов. Предложила в этом году активно заняться этим вопросом. Мадина Каракитова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. В Малокарачаевском районе при проведении земляных работ были обнаружены оружие и боеприпасы. Житель села Терезе при проведении земляных работ на арендованном участке обнаружил предметы, схожие с оружием и боеприпасами. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли и оцепили место, обеспечивая охрану до прибытия саперов. При визуальном осмотре предварительно установлено, что найденные предметы – это гранатомет РПГ-7 с четырьмя выстрелами к нему и 77 боеприпасов. Прибывшие взрывотехники управления Росгвардии уничтожили взрывоопасные предметы. Сотрудниками отдела внутренних дел проводится весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление происхождения арсенала и его владельца. Полицейские Карачао-Черкесии пресекли мошенническую деятельность иностранца, который сбывал поддельные водительские удостоверения. Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ установили, что 25-летний уроженец ближнего зарубежья занимается сбытом на территории Карачао-Черкесии поддельных водительских удостоверений Республики Узбекистан. При содействии инспекторов ГИБДД автомашину, на которой передвигался, подозреваемый задержали. Выяснилось, что он и сам ездил по поддельному водительскому удостоверению, которое ему дистанционно изготовил и переслал по почте неизвестную связь, с которой он осуществлял через мессенджер WhatsApp. В дальнейшем подозреваемый обеспечивал подобными фальшивками своих знакомых, тоже уроженцев ближнего зарубежья. При этом их вводили в заблуждение, уверяя, что удостоверение настоящее. Стоимость таких фальшивок составляла 18-20 тысяч рублей. За свои посреднические услуги он оставлял себе по 4 тысячи рублей в среднем. При этом потерпевшие были введены в заблуждение относительно законности данных водительских удостоверений. В общем, пострадало 11 человек, все они установлены, водительские удостоверения изъяты. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. И местами 11-16, и высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременные дуще гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 23-25 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Категория Нарпляс. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Обществу с ограниченной ответственностью «Вултан» требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Продолжаем выпуск. Воспитанников детского дома-интерната «Забота» микрорайона Московского поджидал приятный сюрприз. В рамках тура по Северному Кавказу к ним приехала заслуженная артистка России, народная артистка Корчаев-Черкесии, певица Зара. Ребята стали полноценными участниками ее представления, не только слушая популярные композиции, но и задавая гостей разные вопросы. За мероприятием наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. По словам социальных работников Карачаев-Черкесии, это был первый случай, когда представитель эстрады решил навестить воспитанников подобного рода учреждения. В доме-интернате микрорайона Московского был в этот день настоящий праздник. К особенным деткам приехала заслуженная артистка России, певица Зара. Свободно от концерта в день она нашла возможность, чтобы встретиться с почти сотней ребятишек из Живутинского района республики. Такие праздники такого масштаба устраиваются крайне редко, но хочу отметить, что вот как раз для адаптации, для социализации наших деток, для наших особых деток, это будет крайне важно и очень значимо. Хотела бы выразить огромную благодарность за то, что она нашла время приехать к нашим детям, к нашим воспитанникам, за то, что она решила подарить эти минуты радости и счастья нашим детям. Детки сразу приняли новую гостю как хорошего друга, которого можно не стесняясь о многом расспросить и получить искренние ответы. Зара, расскажи, как ты достигла таких невероятных успехов? Моей работой невозможно заниматься время от времени. Ты сразу выпадаешь из колеи. А если ты постоянно самосовершенствуешься, все время репетируешь, выступаешь, у тебя большой коллектив, у тебя ответственность, то рано или поздно, ну дай бог, конечно, приходит и обратная реакция. А обратная реакция – это признание и любовь зрителей, за что я им очень благодарна. Спасибо. Такого количества разнообразных вопросов гости республики не задавали, наверное, на иных пресс-конференциях с участием представителей средств массовой информации. И Зара с удовольствием отвечала на каждый. После выступления новые поклонники певицы еще долго не хотели отпускать ее. Настолько сильно им понравилось общение. Это такая для нас большая радость, для всех нас. И хотим тебе пожелать дальше в твоих продвижениях. Спасибо. Я была так счастлива, что все как-то так органично сошлось. И дети были хорошо настроены, в хорошем настроении. Как они выступали, как они старались. Я не знаю, когда такие мероприятия проходят, кто больше получает эмоции – артисты или зрители. Артур Махцера, Солбердиев, Вести Карачао-Черкесия, Усть-Жигутинский район. Лето – время каникул и детских праздников. В Черкесске в Центре социального обслуживания населения прошло праздничное мероприятие. В качестве приглашенных гостей были дети с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Для них организовали праздничное чаепитие со сладостями. Виновников торжества поздравили ханиматора из школы искусств Мурлыка. Затем ребят ждал еще один сюрприз. Театральную постановку по мотивам известных сказок детям подарили артисты Абазинского театра. Всего в Центре на социальном сопровождении находится 180 детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети – это самое дорогое, самое милое, самое лучшее, самые прекрасные, любимые. Поэтому, значит, надо детям таких праздников почаще сделать, чтобы они чувствовали любовь со стороны взрослых. Во-первых, мы ходим в этот центр очень давно уже. Нас пригласили сюда, нам очень нравится, занимаются преподаватели, труды, психолог занимается, что очень важно для наших деток. Также, конечно, большое огромное им спасибо за такое мероприятие. Для наших деток это очень важно. И наши дети очень счастливы. А если счастливы наши детки, то и родители, конечно, тоже счастливы за наших детей. В Черкесске по улице Октябрьской 301 открылся офис компании «Оконный комбинат», который предлагает жителям Карачаево-Черкесии качественные пластиковые окна. Артур МХЦ расскажет подробнее. У вас есть огромное желание обновить оконные системы в загородном доме или квартире, установить пластиковую дверь, остеклить балкон. Но вы пока не понимаете, как воплотить мечты в реальность? Специалисты компании «Оконный комбинат» подберут оптимальное решение. У нас заводское производство. Мы имеем опыт работы на оконном рынке более 10 лет. Также у нас достаточно широкая профильная линейка. То есть каждый клиент сможет для себя найти и подобрать то решение, которое ему подойдет. Комфорт, надежность, оригинальный дизайн. Вот принципы, которых придерживается оконный комбинат, предлагая клиентам из Карачаево-Черкесии качественные пластиковые окна по доступным ценам. В компании представлена и профильная система «Рихау», которая обеспечивает шумо- и теплоизоляцию и имеет 50-летнюю гарантию на свою продукцию. Всю необходимую информацию о пластиковых оконных системах можно узнать на сайте компании или получить консультацию у специалистов по указанному на экране телефону. Артур Махцей, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова